Вечер понедельника Опровергаем пословицу утро вечера мудренее. 12 апреля, послезавтра, мы будем отмечать день авиации и космонавтики. Ну, за космонавтику я могу сказать только что и спустя 56 лет после 12 апреля 61 года, и спустя 156 лет после этой даты мы будем гордиться своим первенством в космических достижениях. Будем гордиться теми космонавтами, которые осуществляют космическую программу Российской Федерации. Кстати говоря, еще одно вспомню. Согласно опросу в ЦИОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2015 году был произведен этот опрос. Но уже когда настал кризис, так вот в пору кризиса населения нашей страны, 59% на вопрос, как надо, собственно говоря, регламентировать расходы в пору кризиса на космонавтику, 59% ответили, что их надо увеличить. 17% сказали, что их надо оставить на прежнем уровне, на котором есть сейчас. Ну, это что касается космонавтики. А вот про авиацию мы поговорим сейчас, и причем про малую авиацию. Хотя вроде бы и нет такого, наверное, официального, я скажу, термина. Но, как и в случае с реальной безработицей, все прекрасно понимают, что это такое. Эпиграф, как всегда, к сегодняшнему выпуску. Вообще, я думал, на самом деле, то ли цитату взять какую-то, может быть, из Ричарда Баха, такого американского писателя, который писал о малой авиации и сам является известным очень летчиком. Ну, я понял, что, наверное, самый такой эпиграф, эта фраза, общеизвестная всем и каждому, кто летал на самолетах гражданской авиации. Эту фразу говорят бортпроводники. Приоритетным направлением в работе нашей компании является ваша безопасность. Поэтому пристегните ремни. Телефон нашего прямого эфира 4238-97. Мы начинаем. Взлетаем. Здравствуйте, дорогие гости. Представляться будем по ходу, собственно, программы, как это всегда у нас. Давайте для начала действительно определимся с терминами. Я не знаю, большая или магистральная авиация, авиация общего назначения, малая авиация, сверхлегкая авиация, ну и так далее. Какие термины правильные, какие входят в другие категории? Ну, кто начнет? Может быть... Александр Васильевич, да. Солодников Александр, начальник якутского авиационно-спортивного клуба ДСАФ. Этот титр уже даден. Замечательно. Ну, тем не менее, представляешься, поскольку впервые на телевидении у вас. Авиация вообще, категория авиации делится на три направления. Это авиация гражданская, которая включает в себя всю авиацию, которая выполняет воздушные коммерческие перевозки, авиацию общего назначения и сверхлегкую авиацию. То есть меньше 400 килограмм. Авиация государственная. Все силовые структуры МЧС, МВД, ФСБ и Красная Армия. Это два авиации. И третье, это экспериментальная ация, которая включает в себя все воздушные суда, находящиеся или обеспечивающие разработку, производство и испытание воздушных судов. Вот исчерпывающие, понятно. Значит, уважаемые господа, у кого действительно болит сердце, душа, я не знаю, за развитие малой авиации, как составной части, да, авиации гражданской. Ну, все равно будем говорить о малой авиации, никуда мы не денемся от этого термин, ну, неважно. Цитата газета «Известия» 17 февраля этого года. В Минтрансе Российской Федерации предлагают разрешить малой авиации оказывать услуги авиатакси и воздушных экскурсионных туров без создания авиакомпании. Для этого планируется в структуру гражданской авиации ввести новый сегмент коммерческого воздушного транспорта и создать для него свой свод федеральных авиационных правил. Насколько я понимаю, это революционное такое, в общем, наверное, решение пока, да. Как, когда могут быть созданы новые правила регулирования деятельности, как долго может занять это время? Ну, Павел Иванович, может быть, с вас начнем, да. Ну, да, мы слышали, значит, информацию, но в этой же статье было указано, что они хотят до конца этого года вот эти правила ввести. Ну, хорошо было бы, если бы, конечно, это так получилось, да, но там надо очень много, там надо будет носить изменения в воздушный кодекс. А это на уровне закона. Ну, да. И федеральные авиационные правила, то есть я не могу точно сказать, насколько это будет, ну, как, не знаю, скорее всего, скорее всего, в этом году, мне кажется, ну, мне не верится, по крайней мере. Как-то, помните, в известном фильме, до ноябрьских не успеем, да. Ну, хорошо, тем не менее, в общем, даже там, вы правы, действительно, в этой статье определён вот этот вот период, ну, в течение года там было сказано, ну, дай бог, дай бог. А насколько сложно и затратно сейчас зарегистрировать и сертифицировать авиакомпанию? Вот Иван Владимирович у нас... Ну, человек, когда приобретает воздушное судно, он должен его первым делать, ну, пройти техосмотр по автомобильному, то есть получить сертификат лётной годности. Получив этот сертификат, он обращается в Москву, в Росавиацию, для регистрации, государственной регистрации, ну, как недвижимость, регистрации воздушного судна. Да, бортовые номера получают там. Ну, а что, так и есть номера получают. Да, и так, да. Да, 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 да. Вот в машине, да. На плазме всё видно. Вот, вот, в боку видно, это такой же номер будет. Вот. Ну, это, конечно, очень плохо, что это всё делается в Москве. Ну, да. Здесь нельзя зарегистрировать, допустим, в Якутске этот, как, надо лететь туда, но это, там этот, как, определённое время пробыть. Теперь сертификат лётной годности тоже здесь у нас никто не делает, это надо тоже в Москве делать. Ну, это затратное дело, конечно, для зарегистрировать этот, как, воздушное судно-частное. Вот. Ну, при этом, что я знаю, действительно, что авиатолюбителей в стране очень много. Другое дело, что, я потом перейду к этому, ну, не каждый владелец самолётов, да, не каждый является владельцем самолёта или какого-то уж там авиапарка. Но, тем не менее, вот, ключевое изменение, которое повлечёт за собой это решение, ну, и правительство, Минтранса, да, и Государственная Дома Российской Федерации, понятно. Владельцев самолётов малой авиации, желающих выполнять коммерческие полёты, перестанут заставлять регистрировать авиакомпанию и получать сертификат эксплуатанта. Но останутся требования к соблюдению всех необходимых норм, направленных на обеспечение безопасности полётов. Что такое сертификат эксплуатанта? Ехать ли за ним обязательно в Москву? И, собственно говоря, или в каких-то случаях он получается здесь? Ну. Да, что касается сертификата эксплуатанта, есть два вида. Первый – это по федеральным авиационным правилам 246. Это, получается, свидетельство эксплуатанта, выполняющих коммерческие воздушные перевозки. То есть перевозки пассажиров, почты и груза. Второе федеральное авиационное правило 249 – это авиационный работ. То есть это сам задание. А коммерческие перевозки может только авиакомпания выполнять? Нет. Это вот я вот сейчас не докончил. Да. Авиационные работы, да. И, допустим, свидетельство эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки только получается в Москве. А на авиаработу можно здесь в региональном управлении Росавиации получить. Вот. И сама идея вот именно… Упрощение, да? Да, упрощение в этом. Именно Минтранс подходит к этому, ну, будем говорить по аналогии Аляски. То есть там для того, чтобы выполнять, ну, работать авиатаксистом, надо иметь сертификат летной годности на воздушное судно. Это понятно. Да, первое. Второе, надо иметь пилотское свидетельство коммерческого пилота. Без этого не обойтись, это тоже ясно. Не любителя, не частного. Да. Третьих, надо иметь этот, как, медицинскую справку, это уже категория коммерческого пилота. Там пять уровней медсправки, начиная, ну, вот, этот как. Так, и четвертый должен застраховать, этот, как, жизнь пассажиров, пилота для третьей стороны. И, ну, вот, все страховки должны быть в наличии. Вот при наличии вот этих четырех документов… Упрощение. Да. Еще один документ. Лицензия на авиационные работы и перевозку пассажиров. Нет, ну, это… Это обязательно. Ну, это, я подвесился, я вот именно по такси говорю. Это про Аляску. Да, коммерческая этот, как, авиационные перевозки. Ну, может, это не лица, это патент, как бы, да, который приобретается лицензия. Которая продлевается ежегодно. А, которая продлевается. Ежегодно. Ежегодно. Да. В Штатах она называется лицензия на выполнение вот этих полетов. Авиационную работу тоже вот, ну, это тоже аналогия заграничная у нас, как всегда. Это тоже в Канаде и на Аляске тоже два вида федеральных авиационных правил. И перевод вот этот тоже. Federal Aviation Regulation, вот они переводят его, и получается ФАП наш. Вот. И у них это вот упрощенная такая вот. Ну, у них тоже разделяется на перевозки пассажиров почты и груза и авиационные работы. То же самое, как и у нас. Ну, вот у нас в авиационной работе чем плохо, что только шесть видов работы разрешается вот тем, ребятам, которые здесь у нас получили, четыре человека, они могут выполнить сам задание, арофотосъемку, лесавия, погрузочные, разгрузочные работы. Это еще два вида, ну, шесть видов только. Строительные монтажные. Да, строительные монтажные. Из них реально только три вида можно сделать, допустим, здесь, в Якутии. Ну, а остальные, вот, допустим, этот, как, поисково-спасательные работы, допустим, потерялся дедушка, его искать нельзя. Ну, очень много тут я не буду заниматься. Прошу прощения, позвольте возразить по этому поводу. Вот эти пять видов авиационных работ, шесть, которые, значит, определены в ФАПе, это те авиационные работы, которые включают в себя комплекс этих работ. Ведь каждая работа поисково-съемочная работа. Что это такое? Арофотосъемочные. Это съемочные, это фотосъемочные, это полет вдоль, контроль трасс, съемка, значит, лэп, съемка с помощью приборов, это съемка газопроводов. Это все входит в это. Это, вот, это лицензия. Далее, лицензия на, значит, поисково-спасательные работы. Она существует. Почему нельзя? Поиск, спасание, пожалуйста, парашютист сидит в самолете, вы его доставляете, это то же самое. Значит, лес авиационной работы, это вывоз вымпелов, это парашютисты, это поиск пожаров, наблюдения, это экология, это все, это всеобъемлющее. Все нормально, да, написано, вы считаете, в этом ФАПе? А? Вы считаете, в этом ФАПе все написано правильно? Вот эти работы, которые шесть, они лимфизируют сам. А они написаны неправильно, написаны наоборот. Нужно не писать, что разрешено. А что запрещено, что не запрещено, то разрешено. Да, у нас дело наоборот, мы этот ФАП обсуждали. Мы неправильно говорили, мы неправильно его поменяли. Мы здесь обсуждали, направили письмо. Шесть разрешено? Остальные запрещены? Нет, шесть лицензируются, остальные, бога ради, выполняйте. Ну ладно, почему не читали ФАП, что ли? Не будем спорить на эфире. Во всяком случае, мы это обсуждали, направили соответствующие изменения. Под свои предложения изменения ФАП. Они были поддержаны Минтрансом. Акулов, первый заместитель министра транспорта, прислал нам письмо, что да, поддерживаем. Изменения ФАП, 158-й, да? 249-й. ФАП поддерживаем. И он пошел на согласование. Он год лежит, у Нерадька не подписывается. Ну естественно. Ну вот там, скорее всего, он там и не подпишется. У нас уже руки опускаются, потому что... А почему так сложно? Вот, собственно говоря... Очень простая структура Минтранс. И вот то, что вы рассказываете про ту статью, которая была в феврале месяце про аэротакси. Минтранс же потом, Соколов выступил, мы не будем поддерживать это предложение. Было такое выступление? Нет, Нерадька выступил. Нет, Нерадька, тем более, Нерадька выступил. Тогда не будет Минтранс с Росавиацией. Это две разных структуры. Минтранс это министерство. Да они все равно, откуда они? Потому что все есть запрещающие. А Росавиация это агентство, которое не имеет возможности что-то предложить, что-то сделать, что-то посоветить. Она только может запретить, вот и все, чем занимается Нерадька. Да, точно. Регументировать. Да, она тормоз вообще. Развитие, в том числе, малая авиация в Российской Федерации. Значит, мы предлагали такое. Вот именно. Ну, я как юрист, этот, как и в этом вопросе выступал. И именно, я подходил с такой точки зрения, там, этот, как и, дозволительная направленность, такой принцип гражданское право есть. То есть, что не запрещено, разрешено. Вот этот памп 128? Ну, сделан наоборот. Да, у него только конкретная, она императивная, понимаете? На перечисленные шесть видов работ и все. Которые разрешены, а остальные ничего делать. Да. И вот эти все, да. Остальные не запрещены. Они не лицензируются. Хорошо. Они не запрещены. Вот эти, которые были привлечены к ответственности. ЕДС, АЛАС, АВИА, вот этот как, ИП, Куличкин. Все они же из-за этого вот сейчас пострадали. Вот сейчас у нас Василий депутатский ждет этого решения суда 25 апреля. Не знаю, известно ли Вам об этом документе, который я сейчас собираюсь тоже процитировать. Это обращение президенту Владимиру Владимировичу Путину. Мы пилоты легкой и сверхлегкой авиации России, владельцы посадочных площадок, авиаинженеры, производители легких и сверхлегких воздушных судов, простые граждане неравнодушные к авиации. Просим Вас мешаться в текущей ситуации и так далее. Это уже было. Одно из предложений. Провести аудит и сокращение действующих регламентирующих документов. Это то, о чем Вы говорите сейчас. В то время, когда был господин Медведев президентом Российской Федерации, в 2012 году был разработан комплекс мероприятий для того, чтобы открыть небо для малой авиации. Ничего не сделано. Просто не выполнено. А вот и же таких, как Нерадько, и не выполнено. Потому что в Росавиации, в надзорных сферах сидят люди, которые в стойке, как оловянные солдатики. Никого не пускать и никому ничего не разрешать. Просто подход. Я вот не закончил, Владимир Александрович. Значит, мы предлагали выполнять те работы, что не запрещено, разрешено. Из-за этого принципа получалось так, что вы должны указать, как определяющий политикой гражданской авиации орган, определить, какие виды работ запрещены. Лицензируем. Или лицензируем. Они как раз с этим нашим предложением согласились. И 249-й ФАБ было внесено изменение, что перечисленный ФАБ 128, 6 видов работ, можно выполнять только при наличии сертификата эксплуатанта. Остальные виды работ, пожалуйста, можешь выполнять этот, как я получил, упрощение. Нет, почитайте ФАБ. С этим мне, во всяком случае, понятно. Кстати говоря, это пожелание к президенту получается, что оно весьма обоснованное. Так оно до сих пор висит еще на подписи. Можно свои подписи поставить. Ну это крикнущие. А, вот это на сайте, гражданский инициативный. И сколько набрало подписи, интересно? Ну там 700 человек подписалось. Нет, то, что я видел, около 1100. Ну надо попросить в нашей жизни, чтобы подписали. Около 1100. И посмотрели. А вот давайте, вот замечательно, я уже хотел перейти к республике. Что такое для республики малоавиация? Ну давайте, у нас очень немного времени просто, давайте вот эту, как ее, эту часть дорекламную, там, да, первую часть нашего эфира. Давайте этим закончим. Потому что, понятно, труднодоступность для республики-то это вообще панацея, да? Ну очень простой эпиграф к нашей передаче. Есть, должен быть. Если в деревне нет дороги, значит там должен быть аэропорт. Или аэроплощадка с самолетом. Вы понимаете, обеспечить транспортную доступность республики Саха-Якутия, возможно, только используя малавиацию. Почему? Опыт Канады и Аляски это доказывает. Вы знаете, да? Да. Решение добраться. Ну знаете, у нас село... Ну, кто не знает, можно прочитать на сайте. Вы говорили об этом 6 апреля. Село Березовка, которое два месяца осенью было отрезано от большой земли. Всего 230 километров до Среднеколымска, а люди не могли два месяца добраться. Большой велосипед отправляет накладный, столько людей нет, желающих лететь, да? А малая авиация вполне бы закрыла эти проблемы. Но у нас тысячи населенных пунктов, ну не тысячи, сотни населенных пунктов, которые находятся в такой ситуации. Раз, у нас строительство дороги. У нас строительство дороги, минимальная стоимость 10 миллионов рублей. Стандартная ситуация, улусный центр, 100 километров находится село. Построите дорогу за миллиард, ежегодно будете вкладывать на 40-50 миллионов на текущее содержание. А вот теперь стоп, у меня этот вопрос содержался там вот в моих записях, немножко позже, но здесь уж просто он сам напрашивается. Хорошо, инфраструктура, понятно, сложная, недостаточная, а есть ли инфраструктура авиационная? Ее же тоже с нуля создавать. Нет, на сегодняшний день, значит, у нас 136 авиаплощадок, это еще Советского Союза построено. Пригодных. Пригодных, да, которые. И Минтранс ежегодно выделяет деньги на обустройство, скажем, этих площадок. На сегодняшний день 81 авиаплощадка уже как бы доведена до нормального состояния. В этом году запланировано... А нормальное это какое? Нормальное для легкой авиации? Да, для легкой авиации. То есть в свое время летали воздушные суда Ан-2, ну, в основном, Л-410, да, вот эти площадки сохранились практически, ну, больше, скажем, сохранилось, чем где-то застроены. Да, особенно по северу. Не сохранились все. И сейчас социально значимые полеты выполняют, ну, вот авиакомпания, скажем, полярные линии и Алрос, они выполняют эти площадки. А обустраивать это, то есть, ну, там, поставить ветроуказатель, да, потому что там же никого нет, ни диспетчера, никого. Подкрасить бакены, ну, скажем, где-то выровнять полосу, ограждение сделать, да, то есть, ну, раскатать полосу. А как это, а ночной взлет, да, или как это называется? Ну, да, ночной взлет, если нужно. Да, для вертодромов сейчас... А полярная ночь, как-то нужно? Для вертодромов сейчас как бы подготовлено, но не все, не все площадки оборудованы ночным стартом. Ночной стартом. Ночной старт, да, 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 да. То есть, и в советские времена-то, в принципе, не были оборудованы, то есть, мы летали в свое время и на костры, ставили фары, ну, как бы... Вот сейчас поговорим о советских, вот сейчас поговорим о советских и российских временах, реклама неизбежна. 42-38-97, это телефон нашего прямого эфира, но это так, на всякий случай, если вы соберетесь позвонить. Мы будем рады. Продолжаем разговор о малой авиации. Вот заговорили, собственно говоря, об этом, да. Каковы показатели авиаперевозок на местных авиалиниях в Якутии в настоящее время по сравнению с советским временем или, скажем, я не знаю, с недавним, там, не знаю, 5-10 летним прошлым? С 1989 года, ну, советское время, да, по 2016 год... А вот у нас титры даже есть. Да, количество авиаперевозок сократилось в 5 раз. То есть, если в 1989 году мы внутри республики перевозили полтора миллиона человек, в 2016 году 290 тысяч, 219,5 тысяч. То есть, ну, вот такая статистика. То есть, в советские времена, ну, как мы говорим, малая авиация, да? Малая. Да, конечно, у нас вот только на 1 маю в день смога на рейсов было 20, наверное. Знаете, у нас получается сверхмалая авиация. Да. Какая-то, да. Та же Чуропча, тот же Декель, там, Амга, Сангара. То есть, в день взлетало столько самолетов, конечно, тут уже приходится только мечтать. Хорошо. Достигли ли мы этого уровня, если мы ориентируемся на зарубежный опыт, Аляска, Канада? Очень хороший опыт, насколько я понимаю. Так нам для начала догнать бы Россию. У нас в три раза меньше перевозки авиапассажиров внутри республики, чем в центральной части России. А должно быть наоборот. В Аляске в 8 раз, да, больше авиаподвижность, чем в других штатах Америки. То есть, они на севере летают больше. То есть, нам для начала догнать российские уровни, а потом выходить уже, обгонять и центральную Россию. На мировой, на какой-то, да. Ну, тут у нас Павел Иванович, как я не сказал, самую главную цифру нашу. Внутриулусные перевозки. Мы упали 25 раз. Мы перевозили, как и в советское время, миллион человек внутриулусов. Сейчас мы перевозим всего 37. 37 тысяч. 25 раз мы упали. У нас было 130 Ан-2 только в Якутии. Управление гражданского. Хорошо. Если разрешат коммерческие авиаперевозки, насколько большим будет спрос здесь на этот... Не спрос потребительский, а спрос исполнителей, те, кто будут авиаперевозчиками? Ну, у нас вот в данный момент, да, зарегистрировано на территории Якутии 37 воздушных судов. То есть, вертолетов, самолетов частных. А вот тоже интересно, да, сколько, 37? 37. Они находятся в частных руках? Да, это чисто частные. Ну и корпоративные вот старатели. А сколько из них исправно? Ну, процентов 80 исправно. То есть... Ну, это частные же, они... Они выполняют сейчас эти перевозки? Нет, не перевозки для себя. Свои виды работ, наверное. Для себя летают они. Для себя. На себя. Проблема-то перезрела. У нас два года назад попытались предприниматели организовать перевозки. Аллах Савиа. Как нет? ЕДС. ЕДС Авиа. Все в прокуратуру попали. Да, я помню. Вы в курсе, да. Ну, то есть, ребята посмотрели, организовались, поняли, что это бизнес нормальный для малого, среднего бизнеса. Начали заниматься, но наши ФАПы и правила не позволяют им это делать. Вот и все. Понятно. То есть, проблема уже перезрела, она рвется наружу, она просит своей реализации. Ну, вот из них четыре имеют сертификат эксплуатанта по авиаработам. Четыре только. Давайте звонок примем, я прошу прощения, потому что зритель для нас это все. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире и задавайте вопросы нашим гостям, пожалуйста. Да, да. Здравствуйте, здравствуйте. Это Руслан, вот авиалюбитель. Я собираюсь приобрести воздушное судно. То есть, это воздушное судно относится к авиации, то есть, четырехместных самолетов. Что будет, если я не оформлю все разрешительные документы, о которых ранее говорилось? Чем это сейчас вообще и насколько будет реально? Нет. Без оформления документов. Ну, похоже, вы приобретете Rolls-Royce, на котором вы ездить не сможете просто, да? Ну, как? Ну, пожалуйста, ответьте. Что-то не расслышали. Что будет, если не оформить всех документов разрешительных, которые, собственно говоря, предполагаются? Какие разрешительные документы? Первым делом у вас должно быть перед покупкой самолета, чтобы он не стоял у вас, так сказать, где-то на площадке мертвым грузом. Вам нужно в первую очередь обучиться на этот данный тип воздушного судна. Пройти летное обучение. Затем вы покупаете это воздушное судно, вы его регистрируете и растамажете все как положено, получаете номер, получаете свидетельство летной годности, вот, и все. А больше что еще? Он спросил еще, вообще-то, знаете, как вопрос был задан, что будет, если я не оформлю всех этих документов? Это уже вопрос к транспортной прокуратуре, вас остановят и все. Лишат свидетельства, лишат лицензии. Да, собственно, вопрос, если он не собирается заниматься коммерческой перевозкой, ему никаких лицензий не надо. Нет, нет. Тут какая страна, Владимир Владимирович, расскажет. А вот давайте, скажите, то есть он не может перевозить пассажиров, семья это пассажиры. Давайте я поясню, да. Пассажир за плату. Давайте вот этот маленький лед за деньги за пассажиров. Тут пусть расскажет. Тут получается, в чем, знаете, понимаете, такая непонятная фишка, да? Имеется самолет, тот же Cessna, да? Ну, я понял, что это корректно. Часн в руках и в авиакомпании. Они имеют одинаковый сертификат летной годности, требования одинаковые по безопасности полетов, по состоянию самолета и так далее. Иванов, который летает на своей частном самолете, он может возить и семью, друга, там, ну, пассажиров он может, этот, физлицо он может возить, но пассажира он не может. Пассажир по воздушному кодексу это физлицо, имеющий перевозочный документ, то есть авиабилет. То есть, короче, получается, тут именно в том числе, у него есть, как и пилотское свидетельство, у него даже есть, у некоторых, коммерческое, да? Но он не может возить этих, допустим, того же Петрова, но за деньги, понимаете, какой-то критерий такой. Павел Иванович, а есть ли какая-то статистика нелегальных перевозок по республике? Все-таки же транспортная пропортура... Искоренили, да? Да, но вот самый большой минус в этих перевозках, я, как бы, многих знаю, кто имеет воздушное судно, есть, конечно, ребята, у которых есть пилотское, да, которые зарегистрировались, но, опять же, есть категория людей, которые или не хотят этого делать. У нас сейчас, вроде бы, и система уведомительная, да, то есть, ну, как бы, полетел, ты уведоми, да, что я лечу... А вот, кстати, просто разрешение на взлет и все, да? Не надо никаких разрешений, не надо. Нет, просто уведомляешь. Просто уведомляешь. Да. По электронке отправили, лечу со скалок, до свидания, целую. А, свое направление задаешь? То есть, и можно в полете. В принципе, у всех есть переговорные устройства, есть частоты. Можно сказать, что в такой-то, в такой-то взлетел, в такой-то высоте. Лечу туда-то, буду тогда-то. Ну, то есть, все просто, да? Элементарные вещи. И плюс, надо все-таки, конечно, знать, по крайней мере, вот, метеосводку уметь читать, да? Ну, естественно. Опять надо радиообмен уметь вести, это же тоже. И, как бы, есть люди, которые, ну, этого не хотят делать. То есть, они купили, и вот... Да, понятно. Да, полуподспольные. Да, 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 понятно. Самоучки. Давайте еще один звонок примем, будьте добры, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос нашим гостям, пожалуйста, задавайте. Да, ой, здравствуйте. 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 Да, добрый вечер. Это я, жительница города Якутска, хочу спросить, допустим, вот маленькие самолеты прибыли, да, четырехместные. Мы можем заказать на свадьбу, на юбилеях, на день рождения, в детьми, чтобы на Якутском лететь? И сколько это стоит? Будет такое есть? Ну, вот, пожалуйста, спасибо, действительно, за вопрос. Вот опять же здесь вот этот перехлест самый, да? Сейчас нельзя. Сейчас нельзя. Вот. То есть, есть авиакомпания полярной линии? Нет, возьмите, Павел Иванович, но есть выход. Вы можете того же жениха и невесты сказать, что они ваши племянники, сестра. Вы можете... Научить. Да. Не надо. Павел, а что вы хотели сказать? А так официально нет. Авиакомпания полярная линия, вот у них есть Diamond Tundra до 40, они выполняют вот эти эскрационные рейсы, то есть, ну, демонстрационные рейсы. Там просто надо выйти на авиакомпанию и у них за... Согласовать. Дорого и тяжело будет. Да, все, все на дороге. 40 тысяч час. Не, ну, дорого. Не, ну, для свадьбы, может быть, часы. Вот, в принципе, именно потому и поднялся вопрос с эскурсионными полетами, с показательными полетами. Кстати, согласен. Вот, именно вот из-за этого. Ну, в принципе, это все выполняется в Богораде. Это же все идет. И в Подмосковье все это дело ведется, то же самое выполняется. И здесь, да, естественно. Желания прокуратуры притянут к ответственности. Ну, есть масса моментов интересных. Но, тем не менее, это запрещено, это перевозка считается. Считается. Вот, это, знаете, вы имеете лицензию. Правда, сказал Павел Иванович, полярные линии, это коммерческий эксплуатант. У него есть лицензия на воздушно-коммерческие перевозки. Абсолютно, да, да. И, пожалуй, сюда есть у него. Да, пожалуйста, заказывайте. То есть, это монополия у него в этом плане единственная. Ну, и заодно там же и цену узнавайте, потому что мы сейчас, наверное, не скажем. Обращайтесь, можно будет совершить такие полярные линии. Хорошо, Павел Иванович, вот вы сказали, на самом деле, что многие пилоты там вот этого не делают, вот этого не делают. Вот, но ведь это же все, в общем, сказывается на нашей безопасности людей, там как таковых, да. И бьются-то самолеты, кстати, малой авиации. Вот, по-моему, я не знаю, есть ли такая статистика, скорее всего, больше, чем любой другой, да? Да нет, мало. Нет, бьются, бьются, они и на Аляске бьются. Конечно, и без этого. Насколько жесткими должны быть требования по безопасности? Жесткие требования, это, наверное, самые первоначальные безопасные полеты, она должна быть превыше всего. То есть, отсюда идет, ну, остальное все, да. То есть, начиная с пилота, пилоты, все-таки, если летать вот сейчас на те же площадки, это же не на аэродромы летать. Это, грубо говоря, на неподготовленные площадки, то есть, требования к пилоту, он должен быть, по крайней мере, опытный, да, или провезенный туда. То есть, опять же, требования к авиационным специалистам, инженер-техническому составу, то есть, это тоже очень, ну, такие специфические... А вот, Александр Васильевич, наверное, к вам, может быть, этот вопрос, да, подготовка пилотов для малой авиации, как она, где она может осуществляться? Осуществляется она вообще скоро, она же в республике осуществляется, да, подготовка... Нет, нет, значит, подготовка частных пилотов, пилотов, вот, легких, сверхлегких воздушных судов, судов, должна осуществляться в авиационных учебных центрах гражданской авиации. Значит, ну, при многих компаниях они были, их было за 200 в нашем государстве, на сегодняшний день осталось 4. Нормально было за 200, стало 4. Да, курсы, курсы, порезали, позапросто подготовить, я не знаю. Значит, управление летной эксплуатацией Росавиации, значит, так сказать, и сам господин Александр Васильевич Нерадько, это дело свели в ноль. Несмотря на то, что даже при президенте Российской Федерации существует совет по авиации общего назначения. Он ничего не делает, вообще, по большому счету. То есть совет не работает, да? И сейчас учебных центров нет. Он, наверное, не может ничего сделать. Да, пожалуйста, есть выход. Вот, Павел Иванович не дашь соврать, человек покупает бичкрафт, едет на Аляску, там обучается, приезжает сюда с пилотским коммерческим свидетельством. Человек, который ни разу не летал нигде. И наши авиационные власти, поскольку мы пилотские, значит, Американской ассоциации, да, они действительно, да. И стал сначала вкладыш, а затем обязаны выдать после тестирования пилотское Российской Федерации, коммерческое. Человек, который в нарушении 147-го ФАПа не имеет первоначального авиационного образования. Вот здесь... А зачем в России-то закрыли, Павел Иванович? Почему закрыли-то эти училищи? Их было море просто. Виктор Николаевич, началось-то с этого, с Боинга, татарстанского. Боинг при чем здесь? Боинг и... Там получилось, что вот эти командиры, второй пилот, они были в крыльях Невы, получили, ну, будем говорить так, мягко говоря, незаконно. Так вы, народ, наказывайте тех, кто их пустил за руль Боинга. Так. А при чем здесь малые, это верно. Давайте полетим дальше. У нас вопрос от зрителей. Будьте добры, представьтесь и задавайте ваш вопрос гостям. Пока еще есть такая возможность. Здравствуйте. Здравствуйте, это Станислав. Очень приятно. Я хочу задать вопрос. Требования по вертолетам и самолетам в малой авиации одинаковые или разные? Абсолютно. Вот хороший вопрос, кстати. Ну, тут по самолетам... Спасибо. Да схожие. Ну, будем говорить, вертолет это совершенно, он летает, как говорится, совсем по-другому. Ну, в принципе-то, так, различные требования же... Но вертолет посложнее, наверное. Да. Обучение по дороже. Обучение по дороже. Да, да. Разница только, ну, надо сказать, в самом предмете. Да. Вертолет и воздушный судно-самолет, они абсолютно одинаковые. По требованиям по безопасности, по обучению, оформлению документации, сертификации воздушного судна. Ну, все полностью, это все одинаковое. Единственное, разный подход психологический к выполнению полета и на вертолете, и на самолете. То есть вертолет это воздушное судно, которое может произвести посадку, ну, будем говорить, условно в любом месте. Ага. К самолету нужна взлетно-посадочная полоса для малой авиации, как минимум, ну, 300-500 метров ровно. И самое-то главное, вертолетчик, ему проще подобрать площадку с воздуха, подвес посмотрел, надо, высадил. Ну, пассажиры, он там походил, да, нет яблок. Летчику самолета тяжелее это сделать, поэтому при обучении акцентируется, значит, особое внимание именно подбору площадок с воздуха на всех воздушных суднах, в общем-то. Ну, вот я говорю, труднее на самолете. Тем не менее, контроль, обучение, тестирование одно и то же. Да, количество часов одинаковое, Даш. Да. Обучение теории. 40 часов это по соответствии с ЕКАО. И 2 часа это контрольный полет. Да, кстати, а сколько надо? Пилота какого? Да, пилоту малой авиации, да? Ну, если коммерческому, то 2 года, если любителю, то 30. Вот, вот, вот. Нет, нет, нет. Тут, дождите, не знаю. Первоначальное получение свидетельства пилота частного, ну, так, будем-ка по-простому, любителя. Любителя, да. Да, тут, вообще-то, она разделяется на три. Это первый, это частный пилот, PPL, так по-английски. Потом есть commercial pilot license, это коммерческая и линейный пилот. Это уже на больших, на Боинге. Для того, чтобы получить вот этот private pilot, вот, то есть, этот частного пилота, 40 часов налетать с инструктором и 2 часа проверить. 42 часа. Ну, еще теории 130. Да, это стоит примерно в Москве 500 тысяч, ну, плюс где-то месяц обучения. Для коммерческой пилота надо налетать 200 часов. 200 часов. Для линейного пилота надо тысячи часов. Ну, короче, идет вот так по ступенькам. Ну, и плюс теорию еще побольше. Сейчас будем уже подходить, там, к завершающей части нашей программы, и самое время вообще мне начать вот этот вот разговор, это счастье, наверное, с такого вопроса. Как мы можем нивелировать причины, мешающие развитию малоавиации в Российской Федерации и в Республике Саха-Якутия? С чего начать и чем продолжить? Позволите? Да. Я думаю, вот каким образом. Значит, ну, по зарубежному опыту, не будем слепо к нему обращаться, но, тем не менее, Республика. Есть проблемы с авиацией, есть потребность в авиации. Безусловно. Значит, это должна быть ассоциация. Она есть. Но деятельность ассоциации, ассоциации малоавиации, республики, она должна склоняться к, ну, как говорится, весь мир, это самое, Росавиацию мы разрушим, до основания за тем. Нет. Значит, не нужно склоняться к изменению ФАПов, нужно им следовать, им следовать и защищать свои права, права пилотов-любителей, частных пилотов, пилотов коммерческой авиации, которые войдут в эту ассоциацию на правах членов неких коллективов. Потому что ассоциация – это союз юридических лиц, будем так говорить. Физических тоже. Физические, ну, отдельно. Юридических лиц. Ассоциация, общество – это физические лица, а юридические лица – в ассоциацию. Значит, я вот категорически и целиком полностью поддерживаю деятельность ассоциации малоавиации республики и предлагаю вот такое дело. Значит, есть единственный аэроклуб в республике, который должен стать, ну, по меньшей мере, не то что центром, но одной из ведущих площадок и организаций малоавиации. То есть, значит, с сегодняшнего дня, ну, вернее, неделю назад, клуб стал ПАО. То есть, профессиональное образовательное учреждение. Значит, на его базе можно создать авиационный учебный центр республики. К чему я это говорю? Пилот, частный пилот, который мало опыта полетов, мало, так сказать, знаний, опыта и вообще умений пилотировать самолет в данной местности, должен обучаться именно в данной местности. Александр Васильевич, простите, перебью, а сейчас вы продолжите. А вот такой простой вопрос. А на черта обучать и на черта создавать этот центр, если все запрещено? А вот поэтому и создается ассоциация, которая вправе отстаивать свои права. Это тогда уже системный подход получается, безусловно. Так, естественно, нужно к этому и стремиться, нужно оставить права, нужно доказывать, что да, мы можем при поддержке, так сказать, политической составляющей республики, при поддержке, так сказать, частной пилоты, при поддержке Минтранса, все вместе, при поддержке главы республики, мы этот учебный центр здесь сделаем, мы его создадим и будем работать. И пилот должен обучаться именно в этой республике, а не где-то в Москве, он научился летать на вертолете в спокойной обстановке. Да, 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 а здесь другие условия совершенно, да, безусловно, абсолютно. Можно я наполнить? Да, есть ли господдержка этому всему? Спрашивайте меня, спросите Минтранса. Вот мы сейчас для этого и разрабатываем концепцию развития малой авиации, да. То есть мы должны совместно с Ассоциацией, совместно с ДСААФом в этом году разработать и как бы под программу сделать, под программу государственного, госразвития транспорта. Павел Иванович, прошу прощения, сейчас продолжим рекламу на нашем канале. Сейчас вернемся. 42-38-97, на всякий случай телефон нашего прямого эфира. Говорим сегодня о малой авиации, о малой авиации, в том числе и республике Саха-Якутия. Господа, ну вот существует же проект создания авиапредприятия малой авиации. Насколько он, ну мы поговорили, кстати говоря, в предыдущей части, в том числе и о господдержке Павел Иванович говорит, что сейчас как раз и пишется концепт, концепция развития малой авиации. И вот параллельно пишется концепция, создается, ну насколько я понимаю, все на этапе создания, создано авиапредприятие, да? Какова его экономика, какова его рентабельность может быть на самом деле, да? Что для этого нужно? 12-12 закон, да? Да, с использованием. Ну мы для того, чтобы, для практического внедрения вот наших идей, мы разработали проект внедрения вот самолетов, шестиместных самолетов в ССН-206, этот как и в республике Саха-Якутия для внутриулусных перевозок. Пяти или шестиместных? Шестиместных. Ну пять пассажиров плюс один пилот. А, да, понятно. Основной задачей данного проекта является именно снижение авиатарифов внутриулуса, потому что... Это достигаемо? Да, достигаемо. Основным препятствием увеличения количества полетов, то есть пассажиропотока, это цена. Она дорогая в данный момент. Примерно по нашим расчетам наиболее приемлемой, допустим, такой ценой авиабилеты внутриулусов примерно составляет 1 километр 10 рублей, 10-15 рублей. Это более-менее будет какой-то потребительский спрос рождать. Исходя из этого, допустим, как и критерия, мы именно произвели технико-экономическое обоснование применения этих самолетов в республике Саха-Якутия. А вот давайте посмотрим и заодно прокомментируем. Вот сейчас слайды будут появляться, да, Сесна-206. Вот характеристики этого самолета. Да, данный самолет этот, как выпущен, количество около 10 тысяч штук, скорость у него максимально 330 км в час, дальность полета 1250, и берет 5 пассажиров, плюс 1 пилот, имеет внешний багажник, внутренний багажник. А, кстати говоря, да, такой просто вопрос. Вот, собственно говоря, мы же знаем, как сейчас летают на межулусных перелетах вот люди, да, то есть больше багажа, чем людей. Да. Он, этот-то самолет в состоянии взять и людей, и вот этот вот багаж. Да. У него корову он в состоянии взять, я же утрирую, конечно. Багажник берет 80 килограмм в кабине, сзади, а подвесной, внешний багажник, 136 килограмм. Следующий слайд. Ну, доход Буран туда влазит. Ну, уже хорошо. Данный самолет, вот именно, так же, пассажировместимость, это 4-5 человек, средняя скорость 300 км в час. Это повтор текст идет. Ну, просто другие слайды. Давайте следующий слайд. Да, следующий слайд. Кстати говоря, вот тоже важно, на самом деле, да? Мы именно остановились на новых самолетах, потому что они имеют двухгодичную гарантию. Переспрошу, будут новые. Новые, совершенно завода. Да. Новые. Да. И этот, как и поставщик, нам перегоняют его сюда. Угу. И мы получаем здесь дополнительную гарантию. Так, будьте добры, следующий. Вот. Задачи вы начали говорить, да. Значит, снижение стоимости авиабилетов мы достигаем... Номер один, да. Два раза мы снижаем. Угу. По сравнению с полярными авиалиниями. Хорошо. Повышение транспортной доступности. Повышение транспортной доступности. То есть у нас это количество рейсов увеличивается. И регулярность полетов и частота рейсов. Самое вот именно минус обслуживания внутрилучных рейсов, они на Ан-2 им надо набрать 8 человек, чтобы выйти на коммерческую рентабельность. Да. 8 человек. А нам достаточно 4. 3-4 человек. Хорошо, будьте добры, следующий. Вот, ну это стоимость летного часа получается около 10 тысяч часов. Это сухой. Сухой. Объясните, пожалуйста, нашим зрителям, что такое сухой летный час. Сухой летный час это накладные расходы авиакомпании. Без топлива, да? Да, это зарплата. Короче, авиабилет состоит из двух частей. Первое это аэропортовое топливо. Второе это зарплата. Да, это иногда и пишут. Топливный сбор. Пока не будем показывать следующий слайд. Будьте добры, сейчас пока прервемся с видеостиной. С плазмой. А скажите, пожалуйста, такой момент. А надо ли базы топливные создавать в тех городах, в которые будете летать? Планируется летать. Потому что это же обслуживание на самом деле. Ему же надо там дозаправляться, наверное. Хорошо, я скажу. Значит, данный самолет, этот как и летает на авиабензине 100Л, так называемый. Поставляется этот авиабензин по всей России в бочках. В 200-литровых бочках. И потом к нему этот как и специально приобретается этот насос бенза. Он может и поставляется по всей России, кроме Якутии. Это можно на автомобиль погрузил, допустим. Ну, можно, конечно. Авиапредприятие будет это брать на себя? Конечно, это же самое важное. Естественно. Если ты, допустим, к обеим будешь свой склад иметь, из 20-30 бочек, то ты уже туда и обратно эту ручку не берешь. Ты только туда берешь. Это уже лишний пассажир. Туда и обратно заправляться. Дальность-то тысячи... А не будет возражать Минтранс, Росавиация и... Начнувать. Ну, Росавиация это обязательно. Это обязательно. Вот это статарта. Склад ГСМ, там тоже на охране. Пять пожарных машин. Нет, я вам скажу, три охранника. Нет, нет. Бред начинается. Так, в настоящий момент в республике Саха-Якутия в Ильюске есть эти топлива, в Сангарах есть это топливо, в Якутске она и есть. И, ну, будем говорить, в 10 точках Якутии авиатоплива есть это. Прямо там в аэропорту. Стандартный бензин, на котором летают все, да, самолеты? А, кстати говоря, ведь вы же тоже в поле не будете сажать самолет, да? Ну, авиапредприятия... Ну, можно в поле сажать. Нет, ну, хорошо, а дальше... Должна быть избушка какая-то, я не знаю, где... Нет, мы же рапорты будем летать пока. Это мы будем летать Кобяй, Сангары, Усьмая, Харнбега. Давайте так, планируется так пока, да? Так планируется. И внутри Улуса Вилюйского, Кобяйского, Верхневилюйского. Вот три Улуса должны внутри. Основная задача применения этого самолета, потому что на Аляске по опыту всех вот этих 50-70 лет выработалось три пассажира в среднем. Это уже конкретно определено. Поэтому был создан этот самолет. Теперь минимум надо два раза в неделю летать. Минимум два раза. Ну, я думаю, достижимо вполне. Да, максимум два раза в день каждый день. Ну, два раза в день и каждый день. А спрос просто оценивался как-нибудь? Да, ну вот мы, я же говорил, чтобы... Семья, три человека, уже все, летим. Да, понятно. Допустим, вот в Вилюйском Улусе, да, есть Угулят. Там такси стоят полторы тысячи. Наш билет будет то же самое. Ну, не то же самое, наверное, все-таки. Ну, это субсидия. Стремимся к этому. А, это по сухому счету, да? Нет, нет, нет. Это именно, допустим, вот сейчас... До Угулята это примерно получается 3 тысячи субсидий. Субсидия же дает же 376 миллионов, республика. Да, да. Это покрывает 65% стоимости билета. Я из этого расскажу. Да, да. Допустим, мы бы, если без субсидий летали бы, допустим, мы, этот, как, где-то около пяти тысяч. Но субсидия мы будем летать полторы. То же самое. Легкая авиация субсидированной, без субсидий, равна субсидированному билету на сегодняшний день на больших линиях. Ну, смотрите, давайте как-то уже и тоже это разговор, на самом деле. То есть, понятно, математика есть какая-то, получается, да? Давайте какие-то выводы сделаем. Вот у меня, Виктор Николаевич, к вам, наверное, первый вопрос, а дальше будем уже, собственно говоря, обобщать. Я процитирую просто по сообщению пресс-службы Илтумен. 6 апреля было заседание совета. Председатель госсобрания подчеркнул, что данный вопрос в повестке дня не снимается. На осенней сессии 17-го года Илтумен вернется к его рассмотрению. Он поручил доработать проект решения совета госсобрания Илтумен с учетом поступивших замечаний и предложений в ходе обсуждения темы развития малой авиации Якутии. Вопрос, что делать в течение этого года до обсуждения в госсобрании? Ну, этим вопросом и занимается госсобрание Илтумен системно. Мы с 14-го года начали обсуждение. Совет Федерации приглашали здесь, проводили слушание. В Москву летали, Александр Казачевич Якимов проводил слушание со Штыровым в Совете Федерации. С Акуловым беседовали, как с вами, объясняли ситуацию. Ну, народ-то понимает проблематику. Если как со мной, это ругает Росавиацию? Ну, да, почти так же. И Акулов, он замминистра. Я знаю. И все-таки нормативную базу нужно приводить в соответствие. Мы ожидаем те изменения, которые в ФАПе планируют, чтобы они произошли. В республике Сахай-Якутии мы ожидаем изменения под программу развития воздушного транспорта. И плюс ко всему мы ожидаем, мы в поручении Совета также все-таки вернуться к вопросу, ну, ремонта наших аэропортов. То, что задавал Виктор Николаевич Губарев, ставил вопросы. Восстановление посадочных площадок. Восстановление. Восстановление посадочных площадок и ставить перед федералами. У нас же была полная программа ремонта многого десятка аэропортов. Ее сократили. Но предложение такое. Вы что-то сокращаете? Дальний Восток-то не сокращается. Не сокращается, да. Мы должны выезжать в Российскую Федерацию и доказывать вот эти вещи. Вот этим будем заниматься. Спасибо, Виктор Николаевич. Очень коротко, господа. Возрождение малой авиации, назовем это так. Перспектива. Перспектива есть, конечно. Мы будем работать над этим делом. Ну, то, что Иван Владимирович рассказал. Конечно, оно звучит хорошо, но на самом деле надо очень большую работу проводить. Потому что эта авиакомпания, ну, вы понимаете, да, я 27 лет отлетал и на производстве много работаю. Потому что это безопасность, это пилоты, это инженера и отсюда все вытекающее. Александр Васильевич, очень коротко, секунд 10. Все замечательно. Единственное, некоторые сомнения насчет 206-й Cessna. Вы обратите внимание, какие у нее колеса и какая здесь? Так, 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 уже не обсуждаем. Понятно, все. Какая вторая вопрос? Я могу дополнить этому вопросу. Все, уже время, к сожалению, вышло. С вами была программа «Считаю важным». Смотрите нас по понедельникам и будьте уверены в завтрашнем дне. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин